Здравствуйте, коллеги, с вами Исааков Роман, компания Норал Маркетс и рад приветствовать вас на нашем видео. Сегодня поговорим о том, что же сказал Паул и как рынки на это среагировали, что происходит на текущий момент на фондовом рынке, как мы видели вчера очень сильное падение, ну и в целом, что он нас может ожидать. Итак, всем добрый день, напоминаю, что если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, а сегодня мы как раз обсудим ту ситуацию, которая сейчас происходит на рынках и она действительно интересна, потому что рынок вновь выходит в падение, фактически вчера было самое сильное падение, начиная с мартовского вала, но теперь давайте поговорим о том, что же произошло. Ну, во-первых, давайте отметим то, что в среду Паул сказал, что пока они не думают о повышении ставок, как в 2020 году, так же в 2021 году, что, безусловно, можно воспринять как некоторый негативный сигнал для покупателей именно акций. То есть, в данном случае оптимизма в улучшении пока он не высказал. То есть, в принципе, мы с вами обсуждали то, что вероятность повышения ставок – это довольно-таки позитивный сигнал для фондового рынка. Но этого не произошло и фактически после достаточно сильной проторговки мы увидели все-таки движение вниз, то есть то, о чем мы говорили. Но, к сожалению, оно пошло без меня, но по сделкам мы поговорим дальше уже чуть позже. Соответственно, также возрастает опасение вокруг второй волны распространения коронавируса. Об этом уже также ряд издательств написали. Собственно, вот статья, которая есть на Reuters, она говорит о том, что после открытия как раз снятия карантинных мер, уже в ряде стран, в ряде, прошу прощения, в ряде штатов США уже видно вновь увеличение числа зараженных и количество госпитализаций тоже увеличивается. Безусловно, это сказывается в том числе и на инвесторах и на поведении. Тем более, S&P достиг тех уровней, которые были до коронавируса, NASDAQ – новый локальный максимум, Dow Jones тоже подбирался до уровней, которые были до пандемии. И, собственно, рынок был несколько перекуплен после такого сильного восстановления, которое является самым быстрым восстановлением в истории, по крайней мере, за последние 50-60 лет. Собственно, индекс страха тоже вырос. Мы видели планомерное снижение с середины марта, когда был достигнут пик. И сейчас новый выброс, что, опять же, вселяет в рынки неопределенность. И, собственно, на этом фоне мы видели довольно-таки сильное снижение. Теперь, с точки зрения уже практических моментов, во-первых, я хотел также показать свой инвестиционный счет. Здесь я собираю акции. Пока это, ну, фактически, те акции, которые входят в Индекс, Dow Jones и, фактически, вот то падение, которое было, оно снизило плавающую прибыль. То есть, практически 400 долларов до 110, ну и, собственно, сейчас я также планирую для себя выбрать одну из акций уже на этот месяц, но пока, наверное, подожду, пока вот это падение остановится, потому что смогу в какие-то акции зайти чуть лучше. Также, если вам было бы интересно следить за данным портфелем, то на моем канале Profit Factor также уже было добавлено новое видео, в котором я рассказывал про компанию Wallgreen. И сегодня, кстати, туда будет добавлено видео по поводу акций Nikola, стоит ли их сегодня покупать. Ссылочку оставлю в описании, поэтому также переходите, смотрите, оставляйте ваши вопросы. Ну, а в целом, если мы, опять же, вернемся уже сейчас к рынкам, ситуация тоже довольно-таки интересна, в том плане, что мы с вами предполагали начало как раз у данного нисходящее движения, но, к сожалению, многие позиции для меня не сработали. То есть, движение пошло в ту сторону, куда я предполагал, но так как волатильность как раз в среду на заседании ФРС была крайне большой, то мои сделки по стоп-лоссу были закрыты. Ну, собственно, дальше уже рынок пошел без меня. Давайте быстро взглянем на ключевые индексы. То есть, в первую очередь, это NASDAQ. То есть, мы видели локальный максимум, в четверг это произошло. Сегодня мы уже обновили локальный максимум, то есть, это по фьючерсу. И сейчас как раз может сложиться картина нисходящего движения. То есть, мы находимся на локальных максимумах, вполне вероятно, что здесь коррекцию мы сможем увидеть с текущих максимумов. По индексу Dow Jones мы также видим крайне, ну, крайне большое падение. То есть, вчера мы падали порядка более 6%. Собственно, вот максимумы, которые были также в этом месяце сформированы, вообще падение составило пока порядка 9%. Но пока мы еще видим, что по Dow Jones, в отличие от NASDAQ, мы не подошли к локальным максимумам. И здесь рост еще, в принципе, сохраняется. Теперь давайте разберем как раз основные активы, основные инструменты и посмотрим, что происходит по ним. Начнем мы с евро-доллара. По евро-доллару здесь мы с вами предполагали как раз вот начало нисходящего движения в данной зоне. То есть, 1.14, 1.13. И, в принципе, сейчас этот сценарий пока реализуется. То есть, здесь сделка на продажу была открыта. Ну, возможно, я вошел чуть раньше, да. То есть, после того восходящее движение, которое было, обновление нового локальных максимумов, которое было в среду, сделка у меня закрылась по стоп-лоссу. Но, собственно, второй повторный сигнал был получен также вчера после закрытия рынка, когда цена смогла закрепиться ниже минимальной значения четверга. Сейчас я на всякий случай также поставил еще один отложенный ордер с риском полпроцента на 1.1366 со стоп-лоссом как раз за максимум, который мы видели в среду. То есть, если будем, если двинемся сюда, то, в принципе, здесь я бы еще одну попытку войти в евро-доллар сделал. Но сейчас мой счет довольно-таки сильно просел. Достаточно было большое количество как раз сделок, которые я входил контртрендово. Пусть, да, они были и небольшим объемом, да, небольшим риском. То есть, все было в рамках полпроцента. Но, тем не менее, сейчас мне нужно постараться, то есть, минимизировать как раз риски и, опять же, планомерно восстановить плавающую прибыль и дальше уже искать более интересные точки для входа. По британской валюте также здесь мы, как мы отмечали, вероятность начала нисходящего движения. Здесь этот сигнал был реализован. Вчера мы закрепились ниже минимальной значения среды. Собственно, началось нисходящее движение, которое сейчас и сохраняется. По британской валюте пока входить не буду. Но, тем не менее, сейчас с точки зрения часового таймфрейма как раз наблюдается фаза нисходящего движения. А мы видим, что британская валюта тоже довольно-таки перепродана, перекуплена, прошу прощения. То есть, от уровня 1,27 мы можем здесь как раз ожидать снижение порядка 2,5-3%, которое здесь может произойти. По паре американский доллар, канадский доллар также идея на импульсное восходящее движение, оно здесь тоже сработало в целом, я считаю. Ну, сработало без меня. Но, тем не менее, сценарий был верный. То есть, здесь вот я входил на покупку, здесь у меня стоял стоп-лосс, но вот как раз на этом движении меня по стоп-лоссу выбило. То есть, я предпочитаю все-таки использовать локальный минимум после локального подтверждения. То есть, в данном случае всегда может что-то пойти не так. Для этого мы используем стоп-лосс. И, собственно, риск в этом случае был минимальный. Сейчас по американскому доллару наблюдается рост. Опять же, с ростом индекса страха, то есть, индекса викс, мы с вами, скорее всего, будем видеть как раз и рост американской валюты. То есть, ну и это будет та коррекция, о которой мы с вами говорили ранее. Новых покупок здесь я не открывал. То есть, здесь ставить отложенный ордер уже довольно-таки поздновато. Ну, то есть, вот на евро ситуация выглядит, в принципе, неплохо. То есть, там мы можем еще скорректироваться и получить хорошую цену по канадцу. Вряд ли это произойдет. Тем более, если мы опустимся обратно на 1.34, то, скорее всего, последует отмена данного восходящего сценария. Мы вернемся к продажам. По паре американский доллар и японская иена. Вот здесь тоже ситуация довольно-таки интересная. Здесь как раз может сформироваться сигнал на покупку. Сейчас, если мы посмотрим вот именно дневной таймфрейм, фактически здесь мы не видим какого-то ярко выраженного движения. Здесь некоторый боковик, то есть, область поддержки на 106, но пока прицел сохраняется все-таки восходящий. Поэтому здесь вот как раз по доллар и иене, наверное, вот в этом случае я бы покупки рассмотрел. Соответственно, здесь я буду ждать, сможет ли цена закрепиться выше максимумов, которые были сформированы вчера. То есть, пока мы видели только прокол, но пока еще полноценного закрепления не было. Если будем закрепляться, то здесь я для себя рассмотрю как раз покупки с целями роста до 109.87. То есть, фактически здесь будет возможность довольно-таки неплохую сделку для себя получить. По австралийцу тоже мы перешли в фазу нисходящего движения. То есть, то, о чем мы говорили, чуть-чуть ушли. Чуть-чуть мы обновили локальный максимум, но это волатильность, которая была, это вполне допустимо. Собственно, опять же, сделка ушла без меня на текущий момент. Но, тем не менее, пока общее направление здесь сохраняется нисходящее. Как основная идея, я продолжу искать возможности купить ниже. То есть, в сторону основного тренда. Но пока с продажами по данной паре я повременю. Тем более, что мы довольно-таки сильно вчера ушли вниз. Поэтому, опять же, тот возврат, который может быть к уровням, за которые я бы убрал стоп-лосс, он довольно-таки неоптимальная ситуация. А по новозеландцу также мы продолжаем снижаться. Собственно, также мы ушли на снижение и по данной валютной паре. Также вот здесь вы можете видеть мою сделку на продажу. Вот тут совсем обидно. Пару пунктов цена обновила локальный максимум, но ничего такое бывает. Здесь это вполне нормальная ситуация. То есть, мы не можем предположить цену пункт в пункт. То есть, мы можем брать какое-то среднее значение, которое нам позволит как раз в подобной ситуации минимизировать риски. В большинстве случаев такие ситуации заканчиваются тем, что цена не добивает до локальных максимумов. А если и добивает, то потом продолжается противоположное движение. Поэтому сейчас здесь тоже не рассматриваю пока сделок на продажу. Буду искать возможность купить как раз в сторону основного тренда. Вот такая ситуация с новозеландцем. Золото. Ну, опять же, как мы и говорили, с точки зрения возникновения большего числа рисков золота, вновь начинаю привлекать внимание. И, собственно, цели роста это на 1766, они здесь и сохраняются локально. Так же у нас сохраняется рост, который, фактически, мы можем говорить с начала как раз 9 июня. Вот этот рост у нас сохраняется. Ну, а теперь давайте перейдем к индексам. Тоже довольно-таки интересно. Индекс DAX. Вот уровень сопротивления, о котором мы говорили, 12940, округлим до 13000. То есть, как раз вот это ценовое скопление, которое мы видели. От него, предположительно, могла начаться коррекционность движения. Оно, собственно, сейчас и началось. Здесь не было хороших точек для входа. Поэтому здесь я не входил по DAX. Тем более, у меня были открыты еще позиции. Помимо этого, с риском 2% суммарно. Поэтому здесь еще дополнительный риск я здесь на себя брать не стал. Но, тем не менее, сейчас как раз вот эта фаза снижения, она и по DAX также сохраняется. Поэтому тут я продолжу для себя искать возможности купить. Заходить, конечно, на продажу сейчас я не буду. По индексу S&P 500. Также мы перешли в фазу нисходящего движения. Мы не смогли закрепиться выше отметки 3240 по CFD. То есть, как раз те минимальные значения, которые мы видели в январе этого года. То есть, как раз к ним вернулись и с текущих уровней S&P 500 падает. Ну, вот дальше будет очень интересно посмотреть, насколько сможем мы, точнее, насколько смогут его поддержать, продолжить дальше выкупать фактически все падения. Ну, возможно, будет еще все-таки одна волна снижения. Возможно, будет не такая большая, но, тем не менее, все волны снижения лично я для себя рассматриваю как интересная возможность купить хороших акций по хорошей цене в свой долгосрочный портфель. Сейчас, то есть, да, фактически по S&P 500 мы видели крайне также высокое снижение. То есть, порядка 6% вчера мы падали и сейчас нужно время для того, чтобы восстановиться. Но пока мы видим то, что ситуация переходит как раз в фазу снижения. В связи с ростом всех опасений, которые возникают на рынке, видим, что индексы падают. Нефть тоже падает. Уже не первую торговую сессию. То есть, фактически падение у нас началось также 9-го числа. Сегодня уже тоже обновили локальный минимум. То есть, сейчас по CFD на нефть марки Brent торгуемся по 36.80, а по фьючерсу на WTI по 35. То есть, здесь тоже сохраняется снижение на фоне опасений и второй волны коронавируса и, соответственно, то, что влияет на текущий момент на ситуацию на фондовом рынке. Ну, вот такой срез к утру пятницы. Поэтому, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Ваши вопросы оставляйте в комментариях. Мы с вами увидимся уже в понедельник. Ну и посмотрим, как завершилась уже текущая неделя и что нас может ожидать на неделе предстоящей. Всем желаю хорошего завершения недели. Всем хороших выходных. Спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман, компания «Адмиромаркетс». Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok